Мы, родственники мобилизированные города Вологды, обращаемся к губернатору Вологодской области и высокоящим инстанциям с просьбой о помощи нашим мобилизированным гражданам, призванным 1 октября, позже или ранее, направленной на военную подготовку в Касолок-Мулино, Нижегородской области. В них закрепили за военную частью 38 и 738 в городе Калининградской области. Подготовка проводилась на очень низком уровне. Выезжали на полигон 4 раза. 16 октября мобилизированные в составе 9-го полка были направлены в Луганскую область с целью охраны территории и обеспечения Нихилан. Там они выживали в окопах без обеспечения, без дальнейшего обучения и без командиров. Командиры и генералы все находились в теплых домах, а наши ребята жили в окопах. 1 ноября 1922 года мобилизированных начали перебрасывать на передовую линию фронта в районе населенного пункта Сватова. Сказали окапываться ночью без обеспечения, без полного, без лопат, без техники, без всего. Из вооружения были только автоматы. Ребята попали под сильнейший смертельный артиллерийский частный обстрел. Со стороны москву подвергались ненаметным обстрелом, атакам дронов. С самолетами сели в космонные бомбы противника. Ребята оказались зажаты в обмене своей ручки. Их убивали как противник, так и наше артиллерия стреляла по нашим ребятам. По словам президента, мобилизированный не должен направлять в боевые действия. Тем более в нашем случае не было обучения, боевого слаживания. Мы придаем это огласке, просим разобраться в данной ситуации и наказать виновных. Почему не было должного военного обучения? Почему не было командования и четких задач? Почему они оказались в зоне боевых действий? Почему нет технического оснащения и спецтехники? Пришло время действовать и не думать и не ждать, когда всех перерубят в этой кровавой мясорубке. Просим вернуть наших мужей, сыновей из этого ада. Верните наших мужей домой! Субтитры создавал DimaTorzok